всем привет с вами магазин горные вершины я андрей наконец-то на улице потеплело снег растаял и можно отправляться в горы но уже не на лыжах а на велосипеде и сегодня в нашем видео будет обзор на велосипед от компании скотт который называется джинниус 930 эта модель 22 года свежачок и сейчас мы расскажем что же в нем такого классного и почему он такой крутой ну и начнем с того для чего же в принципе такой велосипед нужен как вы видите это двухподвес и производитель его позиционирует как велосипед для трейла по факту это велосипед можно использовать для катания везде по плохим дорогам но единственное где наверно на нем будет не очень комфортно это на шоссе потому что это все-таки двухподвес он имеет свойство раскачиваться при педалировании ну и он все-таки по сравнению с чисто шоссе велосипедом конечно будет проигрывать весь ну и коль скоро мы заговорили о весе велосипеда то в данном случае вес составляет один с небольшим килограмм при всем при том что это велосипед с педалями и ростовка у него l ну и понятно видно что велосипед мы взвесили вместе с педалями которые кстати в комплекте к этому велосипеду не идут на самом деле к любому хорошему велосипеду педали в комплекте не идут потому что хороший велосипедист себе выбирает педали самостоятельно и выбирает те педали которые будут максимально ему подходить за счет чего же ребятам из компании scott удалось достигнуть таких хороших весовых показателей в данной модели прежде всего это передний треугольник рамы который выполнен из карбона с фирменным плетением h mf которая придумала компания scott между прочим являющийся лидером в производстве карбоновых рам слову о раме вся проводка тросов и гидролиния здесь выполнена внутри рамы что предохраняет их от повреждения при жестких уборках линки задней подвески велосипеда выполнены из алюминия сплава 6011 что делает их тоже довольно легкими и жесткими вилка здесь установлена воздушная вилка fox 36 которая считается одной из лучших в своем классе она отлично взглатывает мелочь дорожную и довольно крупные неровности ход у нее 150 миллиметров есть возможность понятное дело отрегулировать ее жесткость путем изменения давления воздушной камеры также регулируется скорость отскока на правой ноге задний амортизатор тоже от компании fox и называется он флот его хода подвески на данной модели 150 с возможностью уменьшить их до 110 или совсем заблокировать регулировка ходов подвески и и блокировка осуществляется трехпозиционной монеткой на руле вы можете согнать ее до 110 или совсем заблокировать интересной особенностью данной модели является то что в стоке здесь стоят 29 колеса но есть возможность поставить сюда колеса 27 плюс для этого на верхнем крепление амортизатора есть такая специальная штука которая называется флип чип если мы устанавливаем на велосипед 27 колеса то этот флип чип мы просто переворачиваем и получается что подвеска немного разжимается и каретка приподнимается кстати о колесах стоки здесь стоит хорошая злая резина максис спереди она более злая эта модель десектор сзади менее злая резина модель рекон ширина резины в стоке что спереди что сзади 2 и 6 дюйма более злая передняя резина с более высоким протектором позволяет вам лучше проезжать неровности какие-то контур уклоны позволяет избежать слизывание переднего колеса на рыхлом грунте сзади соответственно стоит менее высокий протектор что обеспечивает несколько более лучший накат резина здесь стоки стоит с камерой но обода алекс римс которые позволяют установить сюда и бескамерную резину как и положено велосипеду такого класса втулки здесь на пром подшипниках и передняя задняя под 12 миллиметров для велосипеда на котором вы часто ездите вниз с горы очень важная вещь это тормоза здесь стоят шимановский 520 тормоза с четырех поршневыми суппортами передний ротор здесь достаточно большой для эффективного торможения 203 миллиметра ну и задний немаленький 180 отдельного обвинания стоит трансмиссия этого велосипеда здесь установлена трансмиссия с рем игл задним переключателем соответственно и кассеты с разбросом 1150 до кассета 50 зубов можно просто в вертикальную стенку но не въехать как мы видим спереди здесь установлена всего одна звезда на 32 зуба но ее можно поменять здесь установлен успокоитель с возможностью регулировки у него есть два положения по 32 и по 34 звезду офигенная фишка этого велосипеда который мне лично очень нравится является подсидельный штырь дропер который имеет возможность выдвигаться практически силой мысли для чего же это нужно но прежде всего когда вы едете в горку чтобы вам не поднимать задницу седла вы можете его выдвинуть в наиболее удобное положение чтобы вы сидя на седле могли вкручивать ну и поскольку велосипед все-таки предназначен большей степени для катания вниз когда вы едете с горы под большим уклоном чтобы седло вам не мешало вы можете его опустить зажав монетку и надавив на него своим весом ну и последнего хотелось бы отметить все достаточно короткий вынос всего 50 миллиметров и довольно большой угол рулевой колонки по сравнению с велосипедами для cross-country потому что все таки этот велосипед предназначен для езды в большей степени вниз нежели чем вверх или прямо ну и сам руль здесь достаточно широкий 780 миллиметров что обеспечит вам надежную удобную мощный рулеж как видите это полноценный и очень заряженный байк достаточно универсальный мощный и агрессивный ну и на этом пожалуй все если у вас остались какие-то вопросы как всегда пишите нам в комментариях не забывайте подписываться на наш канал ставить нам лайки с вами был магазин горной вершины я андрей всем пока я поехал а м и Субтитры сделал DimaTorzok